добрый день сегодня я хотела предложить немножечко анонсируя будущее поговорить о том как люди относятся к изменениям и как последнее время тут и видишь я вижу тенденцию к пониманию тому ну что люди разные мне показалось что качестве угодно я скажу что показалось что пока мои коллеги могли свободно переезжать из страны в страну то как туристы или просто на конференции то на первом план выходила тема того что все люди одинаковые одинаковые темы одинаковые истории и скорее приезжающие к нам тренинера скорее рассказывали вещи которые казались очевидными мало интересовали спецификой сейчас времена изменились и реально стало интересно как живут другие люди как я сам живу чтобы понять себя как живут другие люди вот такая водная а что ты бы по этому поводу сказал владимир лич архи архи трудный вопрос потому что здесь столько составляющих элементов я думаю это из тех простых вопросов на которые нету простых ответов ну потому что ну во первых тут как бы капитан очевидность то есть ну совершенно точно что мы очень похожи и нас очень много общего ну прямо вот совершенно точно что нам позволяет там называться людьми ну потому что есть нечто общее не только в смысле там биологии но и смысле каких-то потребностей вот но точно есть разные ну там теперь начинаются сложности вот как появляется разница сразу появляется диапазон различий огромный как мы эти потребности удовлетворяем разные ритмы потребности на разных этапах жизни мы по-разному понимаем что такое разница когда мы в 20 лет идем на какую-то тусовку бухать у нас всех потребности кажутся одинаковыми хотя и там умудряемся разойтись во взглядах и в общем-то как-то переругаться и подраться 40 50 это становится как-то все по-другому во-первых бухать не сильно не хочется ну да таки два персонажа с явно из разных планет с разными потребностями но это игрушки да но это игрушки они все в детском магазине и все игрушки сделаны из разных материалов то есть наверное этот жирафик из скорее всего деревянной а игрушка эта штука вообще из нефти сделана да но не игрушки разные ну у них как бы воле изъявления как бы сложные то есть мы им приписываем вот ну вот это 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 как бы бесконечный танец вокруг вот этой похожести и разницы и может быть гештальт наиболее ясно сфокусирован из всех направлений терапии я думаю как раз на этом аспекте ну по-то всего я соглашусь храм сименс когда-то давно году еще 2003-2004 когда он начал приезжать в россию на одну из конференций рассказывал о своем опыте путешествий в индию и он сказал сначала в африке работал еще не как психотерапевт так как сотрудник медицинского учреждения электробольницы или что-то в этом духе потом он работал как психотерапевт и организатор в индии и он сказал что только побывав в другой стране увидев другую культуру он лучше стал понимать себя потому что когда он был влечен в одну культуру мне это как бы очень понятно то кажется что ты интуитивно понимаешь что думаешь что чувствуют другие люди даже если это не так на самом деле каждый человек это вселенная я даже почти верю в идею мульти вселенных вот но когда он встречался с людьми из другого языка из другой культуры он стал острее понимать что некоторые банальные вещи надо заново объяснять или прислушиваться что люди говорят что они имеют ввиду и это очень его продвинул как терапевта вот я эту идею воспринимала как абсолютно очевидно тоже капитан очевидность только съездив в другой город или познакомиться с людьми из другой культуры в россии это удобно сделать вот у нас разные мультикульт мультиукладная такая страна ты начинаешь понимать а как ты то живешь что ты думаешь какие у тебя собственные идеи мне это очень кажется важно в гештальт подходе и иногда это сминается когда в гештальт подходе начинает добавляться много психоанализа и психодинамики потому что динамика процесс аналитическая динамика наверное похожа у всех вот и ты просто говоришь об архиважности а как ты видишь эту архиважность что я вот вижу так по простому что пока не заметишь что-то отличается от другого не начнешь все уточнять то и встречи не произойдет потому что встретиться могут только те кто различаются значит это будет не встреча а такое слепание да вот эти двое могут встретиться кстати и тут есть хорошая поговорка из семинара другого такого яркой личности Боба Резника спорности на мой взгляд его там рассуждения но тем не менее умен талантлив и так далее он так использует в семинаре по семье такую банальность которая делает очевидность что птица и рыба могут любить друг друга но где они будут жить прекрасно прекрасно красивейшая поговорка которую он там забрал прямо везде пересказываю ссылка на него так с уважением что есть ну какой-то коэффициент讓 разницы где встречи боюсь что требуют ну как бы она теоретически возможно любая но такой высокий что дерутовен даже скажем так что встречи accidents потребуют слишком огромные усилия Джеральев ну в Ltd Птицы, вот эти двое персоналистов, они были же, могли бы встретиться, но вряд ли бы им стоило жить совместной жизнью и иметь детей. Да, то есть они могут там, вот на терапии наша толерантность как терапевтов, если про это говорить, ну, все-таки довольно высокая. Мы вытренированы, ну, вытренированы или по человеческим качествам, кто более такой просветленный. Ну, вытренированность у всех есть принятие, в общем, довольно широкого диапазона разнообразия. Кстати, вот к вопросу ООО, ведь я как психотерапевт не должна организовать семью с клиентом, я должна быть за него достаточно удобным собеседником, чтобы он смог осознать себя. В этом смысле Диклопа, который повторяет своих учителей, говорит, что мы не, даже мы не создаем изменения, мы создаем условия для изменения. То есть мы создаем среду, в которой возможно что-то новое для человека. Мне кажется, это интересно. То есть я, у меня нет детей, это так получилось, но у меня много клиентов с детьми. Я спрашивала их, ну, а как вам то, что вот у меня нет деток? Они говорят, это даже хорошо, вы не вносите своего предвзятого взгляда на воспитание детей, поэтому... Надо же видеть, нашего терпения хватает на час. Да. Ну, знаешь, вот клиенты, ну, я думаю, и ты, и я, и большинство адекватных терапевтов принимают клиентов действительно такими, какие они есть, прямо не кривя душой никак. Да? Я поддерживаю клиентов... Я бы нашел это за скобки. Да, да. Я поддерживаю клиента во всех его, вот, ну, для меня есть такое, для меня есть правило, что вот, чего можно, где норма. Для меня норма лежит в юридической плоскости, в уголовном кодексе. Вот все, что в рамках уголовного кодекса, все можно, все, точка. Норма психиатрическая и психологическая лежит в рамках уголовного кодекса. Да. И там есть рассуждения, в общем, которые с посажем на адаптацию, на создание реальности и так далее. Соответственно, вот все формы возможны. Ну, и чуть-чуть иногда выходя, если, как бы, я включу свою аппассионарность иногда, как, ну, вот, немножечко, иногда выходя за головной кодекс, но это, скорее, оговорка очень большая. А другое дело вот с этим человеком, который ко мне пришел и который вот так вот живет и имеет такие ценности, с ним жить. Вот если мне надо было бы с ним жить под одной крышей и делаю бы там, ну, не семью, а какую-то коммунность совместную. Я большинству клиентов даже близко не предполагаю, что я могу жить. То есть встреча, встреча, которая может длиться несколько секунд, это не синоним того, что только раз бывает в жизни встреча, а потом мы идем в ЗАГС. То есть это встреча как возможность установления некоторого «я-ты» и некоторой новой вещи, которая рождается. Допустим, история, что мы разные, тоже может быть такой встречей, результатом такой встречи. То есть, ой, я понял, что я думаю по-другому, чем вы. И когда мне сказал такой однажды клиент, я поняла, что он выздоравливает. Я думаю по-другому, чем вы, поэтому мы можем быть... Я тоже как терапевт благодарен ему за эту встречу, а то что-то себя там понял, да. Но провести с ним всю жизнь ни в каких условиях я не согласен. Да, это очень важно, потому что я считаю, завершая нашу такую беседу, что разница – это как раз не про то, что мы соединены как-то навсегда единой судьбой, а то, что мы создали специальные терапевтические отношения, и даже, возможно, с человеком немножко из другой культуры – это удобнее. Потому что как раз меня, человек, допустим, далекий от психологии, выбирает как терапевта, чтобы выйти из привычного поля окружения, выйти со мной. Но пока он мне объяснит, что к чему, он сам себя поймет. Это должно быть немножко другое. Я вспомнил Ренмари Рабина, которая говорит, что мы должны быть немножко не там, где нас ожидает клиент. Мне кажется, что это довольно интересно. Большая дискуссия, конечно, разворачивается про всякие такие зашитые внутрь, допустим, гештальтерапии культурологические формулы, не формулы, математика такая. Гештальтерапия, например, сильно транслирует идею в базе, идею некоторой тоже в кавычках, тысячами оговорок, идею свободы. Мне кажется, что вообще с гештальтерапией, на этой теме следующей нашей встречи, к сожалению, сейчас мы должны бы закончить, слишком получилось так, что излагая некоторые идеи про процесс, Пюрлс Гудман приводили примеры из текущей их жизни. И эти примеры, они очень привязаны к контексту. И получается, что читатель часто старается не поймать то, что они, собственно, пытались передать, а берет вот эти примеры, содержательные примеры про гомосексуализм, про свободу, про анархию, и берет их как опорные. То есть я вот как профессионал, может быть, очень буду консервативна, я как бы стараюсь прочитать свежим глазом, почувствовать эту атмосферу дискуссии, почувствовать, что они принесли. Потому что просто поговорить о политике и о культуре, в общем, можно и не создавая новое терапевтическое направление. Я имел в виду одну из банальностей про свободу, конечно, с оговорками, но вот если в другую культуру восточную смещаться куда-нибудь туда, за Кавказ и куда-нибудь в Ближний Восток, идея свободы, то, как понимается в гештальте, она может быть очень разрушительной и токсичной. Она разрушительная и у нас, потому что, допустим, я реально, к сожалению, сейчас ограничена во времени, но я просто хотела бы сказать, что, допустим, я говорю своему клиенту, что ты хочешь услышать от другого человека, а он удивляется и говорит, я свободен, а просто хочу быть таким я и есть. Это целое основание для меня дискуссии с ним о том, видит ли он другого или видит себя, и то важно, и другое важно хочет. Спасибо тебе, и мы продолжим, правда? Обязательно. Спасибо. Я рассчитываю на следующей неделе встретиться и сделать продолжение этой темы. Может быть, за это время возникнут еще письменные отзывы тех, кто нас услышит. Спасибо тебе. Увидимся. Спасибо тем, кто нас слушал. Пока-пока.